Одна из самых важных тем, которая сейчас находится на особым контроле всех надзорных органов, в том числе и федеральных, это летний отдых детей. Именно с отчета руководителя управления по вопросам семьи и детства администрации города и началось совещание. В этом году, по данным муниципалитета, организованным отдыхом охвачено в Сочи почти 90% подростков. 271 столько детских площадок, отметили на совещании, никогда еще не работали летом в городе. Среди них только так называемых досуговых – 119, и большая их часть расположена на придомовых территориях. Общий плановый охват детей различными формами отдыха – 278 874 человека с учетом повторов детей на вечерних площадках. Летние стационарные учреждения, которые состоят в реестре здравоохранения Краснодарского края – 14. Плановый охват в этих учреждениях – 22 176 человек. На сегодняшний день отдохнуло 18 373 человека, что составляет 82,8%. Несмотря на хорошие показатели по летней занятости подростков, есть и недочеты. Так, некоторые площадки работают не по утвержденному графику. Или количество детей не соответствует заявленным данным. Проще говоря, не все дети, которые остались на каникулы дома, посещают эти зоны активности. У нас сегодня 23 тысячи мест в спортивных, федеральных, краевых и муниципальных школах. То есть бесплатных спортивных мест 23 тысячи. Правильно, Нинаси? Было 22 тысячи, сейчас добавили 500 мест в хоккейном клубе, 500 мест для детей. И 500 мест добавила краевая школа фигурного катания. От темы организации летнего отдыха детей перешли к работе городского такси. Точнее, речь шла о местах дислокации этого вида общественного транспорта. Сегодня таксисты паркуются зачастую по принципу «там, где хочу», а не «там, где разрешено». Устраивают стоянки на автобусных остановках, затрудняя тем самым движение. С точки зрения заполнения остановочных пунктов, само собой, это нарушение правил дорожного движения. Здесь способ едится привлекать к ответственности, административной ответственности всех перевозчиков, водителей таксомоторов, которые шляют стоянку в заездных карманов автобусных остановочных пунктов. Это недопустимо. В пятницу будет проводиться общее совещание с руководителями фирм таксомоторов, с предпринимателями, с крупными фирмами общественной организационной ответственности. И это как раз совещание призвано решить проблему. Суррогатный алкоголь – еще одна проблема, о которой говорили на планерке. В этом курортном сезоне количество туристов в Сочи, по данным перевозчиков, на 50% больше, чем в прошлом. Активизировались и горе-коммерсанты, которые торгуют спиртными напитками сомнительного качества. За последние два месяца уже изъято 22 тонны такого алкоголя. Больше всего нарушителей зафиксировано в Лазаревском районе. В ближайшее время в Сочи пройдут круглые столы с участием правоохранительных структур. Основная задача – найти слабые места в контроле, из-за которых коммерсанты нередко в открытую продают суррогат.